Пожалуй, каждый дачник желает иметь на своем участке абрикосовое дерево. Вот только мало кто знает, как вырастить абрикос из косточки в домашних условиях. На самом деле ничего трудного в этом нет, достаточно иметь минимальный опыт в разведении и выращивании фруктовой культуры. Большинство садоводов предпочитают выращивать абрикосовую культуру именно семенным способом, нежели приобретать саженцы или заниматься размножением уже имеющихся деревьев. Несмотря на то, что размножить, например, черенками гораздо легче и быстрее. Как оказалось, у семенного метода имеются преимущества, а именно в хорошем питомнике саженцы стоят недешево, а косточка дается бесплатно, можно высадить сразу несколько косточек, а после выбрать наиболее сильные сеянцы. Косточковое деревце обеспечивает стабильным и щедрым урожаем, у насаждений хороший иммунитет за счет стратификации и они устойчивы к болезням. Что касается минусов, то можно выделить только один большой риск, что из саженца вырастет дичка. Важно! Косточки перед высадкой нужно поместить в воду, те, что всплыли, убрать, они нежизнеспособны. Какие абрикосовые косточки подойдут для посадки не все косточки подходят для разведения. Лучше всего брать исходный материал с дерева, которое выращено в этом же регионе, где планируется его сажать. Притом это должен быть переспевший плод первого урожая. Если не соблюдать это правило, то дерево может не плодоносить, то есть оно будет расти в декоративных целях. Когда сажать косточки абрикосов, весной или осенью специалисты уверяют, что предпочтительнее всего осенняя высадка, нежели весенняя. Это связано с тем, что семена подвергаются естественной стратификации. С наступлением весны косточка начинает прорастать без посторонней помощи, таким образом, получается, избавиться от слабых и нежизнеспособных ростков. Но регионам с холодным климатом стоит отдавать преимущество весеннему варианту, так как семя просто может замерзнуть в огороде. Кроме этого, нужно заранее замачивать косточку, чтобы быстрее прорастить. Подготовка посадочного материала абрикосовую косточку следует подготовить перед тем, как сажать. Нужно выполнить следующий ряд действий, тщательно промыть, просушить, а после хранить в сухом и хорошо проветриваемом помещении семечко. Посев производится только тогда, когда придут первые заморозки. Это делается для того, чтобы они прошли естественную стратификацию, то есть закалились. Можно провести закалку самостоятельно. Для этого в январе нужно уложить посадочный материал в деревянный ящик с мокрым песком. В таре обязательно должны быть проделаны дренажные отверстия. Вынести ящик на улицу, уложить в траншею и присыпать сверху снегом, при том нужно до наступления весны поддерживать песок во влажном состоянии. Весной можно пойти другим путем, замочить косточки в талой воде, периодически заменяя ее свежей, чтобы избежать закисания. Через трое суток положить в речной песок, смешанный с опилками и убрать в холодильник до той поры, пока не наступит время посадки. Обратите внимание. У косточек абрикосов достаточно плохая всхожесть. Специалисты рекомендуют закладывать сразу несколько штук в одну лунку, это значительно увеличит шансы получения фруктового дерева. Посадка семян абрикоса на самом деле есть два способа, как посадить абрикосовую косточку. В первом случае, посадка производится в контейнер, где соблюдаются тепличные условия. Во втором случае, предполагается выращивание культуру в открытом грунте. В первом варианте нужно следовать пошаговой инструкции, подготавливается контейнер, в который засыпается дренаж, а сверху грунт. В почву заглубляются косточки на глубину 2-3 сантиметра, между экземплярами делается расстояние равное 3 сантиметра. Сверху посадочный материал присыпается землей. Контейнер накрывается пленкой и ставится в теплое и солнечное место. Остается дождаться, когда проклюнутся первые ростки. Если выбран второй вариант, то здесь также имеется свой поэтапный процесс, а именно перекопать землю, очистить участок от сорняков и сделать траншею, добавить питательную смесь в полосу, в которую входит перегной, песок, солома, черновая земля, все компоненты берутся в равном объеме, разложить косточки, выдерживая расстояние в 10 сантиметрах, присыпать грунтом и обильно полить. Если посадка осуществляется осенью, то следует организовать укрытие. В качестве утеплителя можно использовать еловые ветки либо древесные опилки. Уход во время проращивания высаженным семеном требуется определенный уход. Одним из главных аспектов выращивания является освещение, так как абрикосы относятся к светолюбивой культуре. В случае нехватки света нужно предоставить им альтернативу в виде светодиодных ламп. Кроме этого, горшок необходимо крутить, чтобы стволовая часть не была искривленной. Обратите внимание, прямые солнечные лучи провоцируют саженцы расти в высоту, все силы растения будут уходить в рост, а не в наращивание зеленой массы, такие абрикосы будут выглядеть не очень привлекательно. Оптимальная температура для молодняка 23-26 градусов. Также в период роста стоит подкармливать ростки, лучше всего чередовать органику с минералами. Если подкорм осуществляется навозом, то его предварительно разбавляют водой, иначе ожога не избежать. Поливать саженцы следует дважды в день, рано утром и вечером. Пересадка абрикоса из горшка в открытый грунт, если планируется пересаживать саженец из горшка в открытый грунт. Лучше всего это делать в мае. Между посадками оставляется расстояние в 3 метра, иначе раскидистые деревца будут мешать друг другу. Важно! Саженцы, выращенные в домашних условиях, нуждаются в предварительной закалке. Для этого их выносят на некоторое время на улицу, начинают с 5 минут, с каждым днем это время должно прибавляться. Неподготовленная культура просто покибнет. Уход за абрикосовым деревом ухаживать за абрикосами несложно, им требуются те же мероприятия, что и остальной косточковой культуре. Главное, производить своевременную поливку, вносить подкормку при необходимости. Все это поможет сохранить им здоровье. Режим полива поливать молодые сеянцы и подросшие деревья следует дважды в неделю, если лето жаркое. В случае, если приствольный круг замульчирован, то количество процедур сократить до одного раза. Лучше всего производить поливку с утра до восхода, либо вечером, когда солнце уже скроется. В конце июля начинают сокращать число поливок, чтобы к похолоданию древесина смогла вызвать. Внесение удобрений, что касается подкормки, то предпочтительнее всего вносить удобрения осенью, когда дерево сбросит листву. За зиму грунт хорошо напитается питательными веществами, значит и саженцы будут готовы к формированию кроны, завязи соцветий. Идеальными для роста и развития косточковой культуры будут следующие компоненты. Древесная зола, торф, песок с опилками, яичная скорлупа. За лето можно пролить грунт крапивным раствором, который предварительно размешивают навозом. Лучше всего осуществлять корневой подкорм. Обратите внимание, прививать абрикос стоит в том случае, если не устраивают плоды и хочется получить более крупные и сочные фрукты. В других случаях в прививке необходимости нет. Обрезка и формирование обрезка проводится осенью. Это делается для того, чтобы деревце росло правильно. Выделяют три типа, формирующие, осуществляются для того, чтобы ценные вещества внутри культуры распределялись правильно, санитарное, пробуждает новые точки роста, регулирующие, омолаживает растения. Обратите внимание, обрезать абрикос желательно тогда, когда температура выше 9 градусов. Зимний уход у абрикоса очень низкий уровень морозостойкости, поэтому культура может не перенести холодную зиму и просто замерзнуть. В связи с этим садоводом необходимо позаботиться о дереве, подготовить его к холодному времени года. Эти мероприятия особенно важны в северных и центральных регионах России, а вот жителям юга в этой процедуре необходимости нет. Чтобы адаптировать садовые насаждения к зимовке нужно внести удобрения, это делается после сбора плодов. Лучше всего подкормить фосфорными и калийными комплексами, они направлены на повышение иммунитета. Побелить ствол и ветки – это своеобразная защита от вредителей и болезней. Кроме этого, известь благотворно сказывается на иммунитете и морозостойких качествах. Произвести обрезку. Она направлена на формирование новых побегов и зависть. После этого можно утеплять растения. В Подмосковье, где климатические условия нестабильны, подойдет натуральный воздухопроницаемый материал. Им оборачивают стволовую часть и скелетные ветки. В Поволжье лучше всего воспользоваться агроспаном, а сверху присыпать слоем грунта. Но перед этим нужно мульчировать почву еловыми ветками или соломой. Защита от вредителей и болезней, чтобы избежать появления вредителей и развития заболеваний, не стоит пренебрегать профилактическими мероприятиями. Заключаются они в следующем. Ежегодная побелка деревьев, обработка растений табачным настоем, хороший результат обеспечивает мыльный раствор, уборка опавшей листвы, именно в них зимуют вредители, заделка трещин и ран в коре садовым варом. Все это поможет уберечь абрикосовый сад от нападения вредных насекомых. Как видно, выращивать абрикос из костянки несложно, если знать некоторые нюансы. С задачей справится даже начинающий садовод. Дерево прекрасно будет себя чувствовать в условиях квартиры, дома, на даче или в саду.